Доброго здоровья, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу рассказать вам о знаменательном событии, мероприятии, которое произошло в Бухаресте, Румынии. И посвящено оно было 150-летию со дня рождения богослова и писателя-апологета Федора Ефимовича Мельникова. 1874-1960 годы его жизни. Проходило оно под девизом «Этническая культура Липован как часть национального культурного наследия Румынии». Прочитаю вам немножко из официального сообщения общины русских Липован об этом мероприятии, которое, кстати, было организовано Ассоциацией Общества Русских Липован в партнерстве с Библиотекой Академии Наук Румынии. Как я и сказал, проходило оно 27 ноября в Апфитеатре Иоанна Холиаде Радулеску, Библиотеке Румынской Академии Бухарестий, и вел его заместитель Сильвию Федор в президент Ассоциации Общины Русских Липован. Он обратился к собравшимся по приглашению румынского парламентария Сильвию Федора. Также на этом собрании присутствовали такие люди, как вице-президент Румынской Академии Наук, академик Мариус Андрух, государственный секретарь по делам культуры Киприян Василий Алинич, священно-протеерей Иоанн Бордиану, настоятель бухарестского нашего прихода древнеправославного Белокреницкого, он выступил с посланием предстоятеля Старобрядческой Православной Церкви, Святейшего Леонтия, архиепископа Белокреницкого и Бухаресткого, и митрополита всех древнеправославных христиан. Также выступали профессор университета доктор Леонтий Иванов, заведующий кафедрой славянистики у университета в Ясах, также он писатель и переводчик, и доктор Марину Врачу из университета также Ясы. Итак, представлен был на конференции изданный трехтомник Федора Ефимовича Мельникова «Краткая история Старобрядческой Православной Церкви». Было многочисленное количество людей, которые собрались на это мероприятие, аккуратное издание, переведенное на румынский язык, с примечанием профессора университета доктора Леонтия Иванова из университета Ясы. Как появилось это издание? Ну, на нашем соборе было принято решение достаточно давно уже, несколько лет назад, о том, чтобы нужно перевести труды Федора Ефимовича Мельникова, который, кстати, доживал свой век, он находился в изгнании, его выгнали советские власти, и доживал в Мануиловском монастыре в Румынии. И было принято решение о том, что многие люди, особенно румыны, они не понимают нашей веры, не понимают, откуда мы пришли, как получилась наша церковь, что нужно было перевести труды Федора Ефимовича Мельникова на румынский язык, чтобы люди знали, особенно также и молодежь, для которой румынский язык является родным, знали нашу историю. Вот по благословению Священного Собора Белокринецкой митрополии и предстоятеля Старопреческой православной церкви митрополиту Леонтья, а также при финансовой поддержке Ассоциации Общины Русских Липовак в Румынии состоялся перевод этого труда, который был оформлен в трех томах. Но так об этом пишут, что книга в трех томах представляет собой ценный труд о духовной самобытности нашего этноса, в котором подчеркивается тот факт, что староверы на протяжении всей своей истории пользовались свободой вероисповедания на территории Румы. В этом году исполнилось полтора века со дня рождения богослова и писателя Аполлогета Федора Ефимовича Мельникова, а в мае 2025 года исполняется 65 лет со дня его упокоения. Также отмечалось на конференции, что Федор Ефимович Мельников очень много трудов своих и знаний положил для того, чтобы Община Русских Липован и Церковь наша Белокремитская была признана официально в Румынии. И сам Федор Ефимович Мельников составил первый устав Русской Старобрядческой Православной Церкви в Румынии, на основании которого указом, подписанным королем Михаилом Первым, ну вот, древнеправославная вера была официально признана в 1947 году в Румынии как официальная церковь. Мероприятие завершилось песнопениями, христианскими песнопениями, тремя песнями в интерпретации ансамбля «Тихий Дунай» из Града Браила под руководством профессора Марии Миле. Тексты древних стихов о Хресте, предании о Хресте, плач Иосифа, три ангела также являются частью духовного наследия древних истоков старообрячества, происходящих из популярных стихотворений на богословские темы. Но они были написаны, конечно, анонимными авторами. Также они говорят о том, что любой, кто желает приобрести трехтомник «Раткой истории старообряческой церкви» Федора Ефимовича Мельникова, могут обратиться в секретариат общины русских леповат. И здесь указан e-mail адрес и телефон, по которому можно обращаться. Я его приведу в описании к этому видео ниже. А сейчас хочу познакомить вас с посланием Высокопреосвященнейшего митрополита Леонтия к этому высокому собранию, о чем сообщил ему священно-протерей Иоанн. Итак, послание Высокопреосвященнейшего митрополита Леонтия по случаю 150-летия со дня рождения богослова и апологета Федора Ефимовича Мельникова. Адресована она Библиотеку Румынской Академии 27 ноября 24 года Бухарест. Ваши превосходительства, уважаемые члены Румынской Академии, Дорогие попечители, уважаемый господин депутат и президент Русской общины Липован в Румынии Сильвию Феодор, дамы и господа, преподаватели, профессоры, возлюбленные братья и сестры, о Господе. Со смирением и радостью мы обращаемся сегодня к вам, чтобы выразить искреннюю благодарность всем тем, кто ценой больших усилий, решимости и самопожертвования осуществил перевод на румынский язык книги великого историка, богослова и аполлогета Федора Ефимовича Мельника. Краткая история православной церкви, старобряческой, ритвечес в трех томах, наличие этого произведения в наших древнеправославных общинах всегда было элементом духовной и культурной ценности, которая венчает наши усилия по сохранению и передаче святаго наследия старобряческой православной церкви. Это также минута молчания и понимания трудного пути, но всегда освященного благодатью Божией, по которому поколение и поколение древнеправославных христиан до нас шли во все времена с верой и стойкостью. В этом контексте история древнеправославной церкви, изложенная Федором Ефимовичем Мельниковым, является не только хронологическим изложением фактов, но и живым свидетельством борьбы за истину и за сохранение святаго учения Христова. Каждый том этого труда по праву является отражением мужества и преданности верующих, которые сохраняли стойкость и передавали будущим поколениям в неизменном виде пламя древней веры. В первом томе раскрывается начало этого трудного, но благословенного пути, когда нашей церкви пришлось защищать апостольскую традицию перед лицом навязанных реформ, а затем и гонений, вызванных в царским режимах. Читателю предстает настоящий урок о важности, о важности хранения древних традиций, как учит нас святой апостол Павел, «Я подвязался добрым подвигом, я совершил путь и сохранил веру». Послание 2 Тимофея Второй том работы проливает свет на детали организации, канонической и закрепляющей иерархию православной церкви старого обряда, являясь в этом смысле свидетельством того, что несмотря на трудности и сложности и опасности, с которыми столкнулись староверы, Бог излил свою милость и помощь на общины древнеправославных христиан, которые росли и развивались как образцы подлинной и живой веры. В третьей части работы Мельникова Мельников подходит к ситуации в русской диаспоре и ориентируется преимущественно на православные общины старого обряда, сложившиеся на нынешней территории Румынии. Будучи сам сосланным, Федор Ефимович Мельников продолжал служить церкви с мудростью и мужеством. Он также вносит важный вклад и усилия, которые завершились официальным признанием нашей церкви румынским государством в 1947 году, указом Его Величества короля Михаила I. Наряду с этими достижениями наша церковь с годами укреплялась, также руководствуясь живым примером. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Евангелие от Луки, 12.32 Федор Ефимович Мельников этот защитник нашей истинной веры был богословом огромной глубины, жившим во славе божественного света и под сенью изгнания. Беженец в Румынии, он нашел здесь место, где мог продолжать свою богословскую деятельность, несмотря на гонения. Последние годы его жизни, проведенные в округе Сучава, были годами интенсивных исследований и молитв, в результате которых был создан его справочный труд. На протяжении всего этого трудного периода Мельников оставался живым примером слов святителя Иоанна Златоуста, который писал о том, что трудящийся для Христа никогда не будет оставлен, даже если его прогонят соратники. Сегодня, в день выхода румынского перевода книги Федора Мельникова, мы фактически являемся свидетелями праздничного момента, который призывает нас задуматься о собственной ответственности за сохранение веры и унаследованных традиций. Мы обязаны укреплять свою душу молитвой, исследовать священное писание и руководствоваться учением Господа нашего Иисуса Христа, того, кто заверяет нас, что небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут никогда. Евангелие от Матфея. В заключении мы должны выразить искреннее поздравление профессору университета Леонте Иванову, его научным сотрудникам, а также руководству Ассоциации русской общины Липовак в Румынии за их поддержку в эффективной реализации этого важного проекта как для нашей Церкви, так и для всех нас. Мы надеемся, что все желающие смогут узнать больше об истории Древнеправославной Старобрядческой Церкви из авторитетного исторического и богословского источника, который до сегодняшнего дня был им недоступен. Пусть этот день станет для всех нас поводом духовного укрепления, единения и благодарности за блага, полученные от милосердного Бога. Мы хотели бы поблагодарить руководство Библиотеки Румынской Академии, организатора этого замечательного мероприятия, а также всех, кто способствовал бесперебойному проведению этого мероприятия. Желаем вам мира и Божьей помощи от Господа нашего Иисуса Христа на все добрые и спасительные дела ваши. Да поможет нам Господь искренне ваш предстоятель Древнеправославной Церкви, архиепископ Белокринецкий и Бухареский и митрополит всех Древнеправославных христиан. Вот такое вот послание было прочитано участникам этого знаменательного события. Ну, а я ознакомил также и вас с ним. Ну, и хочу также почитать вам краткую биографическую справку о Федоре Ефимовиче Мельникове. Мельников Федор Ефимович 1874-1960 годы Старообрядец Белокринецкого согласия родился в семье старообрядческого священника. Известный апологетический писатель и начетчик. Член Союза старообрядческих начетчиков. Секретарь Петроградского старообрядческого епископа Виталия Бажанова. С 1846 по 1906 год. Секретарь Совета Общины Роборского кладбища. Секретарь Старообрядческой архиепископии Московской и всея Руси. Редактор первых старообрядческих газет «Утро» и «Народная газета». Начавших выходить после дарования старообрядцам свободы в 1905 году. Кандидатуру Федора Ефимовича Мельникова выдвигалась в епископы в 1916 и в 1918 годах. Инициатор издания журнала «Сибирский старообрядец». Барнаул, 1918 год. Подвергался преследованиям. В 1930 году эмигрировал в Румынию. Переплыв ночью днестаж. Секретарь Белокринецкой митрополии. В 1941 и в 1942 годах находился в России при румынской церковной миссии. Скончался 12 мая в Румынии. Похоронен в Мануиловском старообрядческом монастыре у села Мануиловки Сучавского уезда Румыния. Вот такая краткая справка. Ну, спасибо вас, Христос. Всего доброго. До свидания. Также здесь хочу предоставить вам некоторые фотоматериалы с прошедшего Чрезвычайного собора, посвященного своей тематике. Но в том числе там был представлен и вот этот трехтонный труд. Протокол освященного собора будет приготовлен немножко позже. объяснил, я вас ознакомлю в своей следующей передаче. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, живездецей, и вся исполняя сокровище ноги, и жизнь и подателю, и еди, и всели, и вся вны, и очи, и силы, и всякие осквены, и спаси ваша душа наша. СМ-СООБЩЕНСКИ Е СПОРОВСКИ Е СПОРОВСКИ Е Продолжение следует...